Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые присутствующие, я с большим удовольствием пришел сегодня на эту конференцию, так же, как и пришел вчера на эту конференцию. Почему пришел? Потому что я работаю в соседнем здании, а живу на соседней улице, я получаю удовольствие вдвойне. Для сравнения, в позапрошлом году на заседании АМУР я ездил в город Ярославль, но сегодня намного удобнее. Всех приветствую. Я с огромным удовольствием слушал доклады предыдущие, и в утренней сессии, и вчера мы обсуждали огромное количество урологических, андрологических вопросов. Мы обсуждаем, что лежит в основе хронического простатита, что лежит в основе варикоцелия, за счет чего проявляется эффективность противоопухолевых лекарственных средств и методик. И темы бездонные по каждому разделу. А почему? На мой взгляд, это обусловлено тем, что в центре внимания ученых фундаментального профиля зачастую оказываются печень, головной мозг, сердце, мышцы. Но крайне мало работ патофизиологов, физиологов, биохимиков, которые посвящены изучению метаболизма в тканях предстательной железы, мочевого пузыря, почек, уж тем более яичек, семенных пузырьков и так далее. И фундаментально вопрос, который можно подвести под каждую из обсуждаемых сегодня и вчера тем, на мой взгляд, он формулируется вот так. Каковы физико-химические эквиваленты клинических проявлений расстройств мочеиспускания у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы? Вот мой доклад, 15 минут про предстательную железу будет идти разговор. Про гиперплазию предстательной железы. Смежный вопрос. Каковы физико-химические эквиваленты клинических проявлений расстройств мочеиспускания у пациентов с хроническим простатитом 3B, вот этим пресловутым синдромом хронической тазовой боли? Смежный вопрос. Можно ли вообще отнести эти два состояния в одну нозологическую единицу? Либо же это все-таки разные вопросы, и подходы к их лечению должны быть различны. Вопрос открыт. Еще один простой, либо же непростой вопрос, который нужно себе задать. Как правильно и эффективно дозировать массаж простаты? Что конкретно? Несколько вопросов. Можно ли и нужно ли его применять вообще? Как долго его можно выполнять? В смысле длительности недели, месяца. Какова правильная продолжительность одной процедуры? Есть люди, которые отмечают положительный эффект от массажа предстательной железы. И они приходят с таким вопросом. Доктор, мне массаж простаты помогает. Он мне даже стал нравиться в последние дни. Может быть, я его буду выполнять не по минуте, полторы, как обычно. А может быть, три раза в день, по полчаса, в общем-то, я могу заплатить. И, в общем-то, проблемы нет. И таких мелких вопросов огромное количество. Ответов на них нет. Но более пристально сегодняшнюю презентацию я посвятил вопросу, который желтыми буквами здесь представлен. Каково физико-химическое обоснование эффективности ингибиторов фосфодиэстераза пятого типа тоделофила при лечении расстройств мочеиспускания у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы? Вопрос, нужно сказать, непраздный тоже. На сегодняшний день мы хорошо знаем препарат тоделофил. Он с 2002 года применяется успешно для лечения пациентов с эректильной дисфункцией. Где-то с 2012-2013 года стал применяться для лечения симптомов нижних мочевых путей. При этом механизм эффективности непонятен. Дискуссия дошла даже до той степени, что в журнале, в самом авторитетном нашем, European Urology, в 2015 году вышла статья с говорящим названием. Профессор Ян Эрли задает вопрос, имеет ли значение, как тоделофил улучшает состояние пациентов с симптомами нижних мочевых путей? Статья не большая, там мысль такая, что улучшает, ну и ладно. Итак, еще раз давайте выстроим логику для себя. Тоделофил является ингибитором фермента фосфодиэстераза пятого типа. Мы это хорошо знаем, сейчас время тратить не буду на это. Фосфодиэстераза пятого типа локализована в кавернозной ткани полового члена. Это тоже понятно. Тоделофил, поэтому, является эффективным препаратом для лечения эректильной дисфункции. Тоже понятно. Несколько лет назад было установлено, что тоделофил в дозировке 5 мг также эффективен у мужчин с симптомами нижних мочевых путей, которые связаны с доброкачественной гиперплазией простаты. Но почему? Несколько вопросов вслух. Значительное число пациентов с доброкачественной гиперплазией простаты при назначении тоделофила 5 мг отмечает значимое улучшение состояния. Но выраженность этого улучшения у каждого конкретного пациента различна. Более того, она плохо предсказуема и плохо объяснима. Поясню эту мысль. Я зрительно представляю и помню вот эти пациентов, скажем, с ДГПЖ, которым я назначаю тоделофил. Скажем, взять когорту пациентов с одними и теми же баллами по шкале IPSS, с одним и тем же размером предстательной железы, с одним и тем же количеством остаточной мочи, небольшим количеством, с одной и той же МРТ-картиной и ультразвуковой картиной. Ну вот если рассмотреть, то и назначить таким пациентам в указанной дозировке, то 2-3 пациента отметят улучшение. Они придут и скажут, что да, это вот как раз то, чего я хотел, я доволен вами, доктор, спасибо, я и дальше буду принимать. Еще человек 5-6 скажут, что да, некоторые улучшения есть, но, к сожалению, это не то, чего я бы хотел, я ожидал большего от терапии. И вот тут нам приходится прибегать к помощи комбинированной терапии, к использованию других препаратов и так далее. Ряд исследователей склонны связывать клиническую эффективность тоделофила с расширением сосудов простаты, мочевого пузыря, уретры и как следствие сосудорасширяющего действия препарата. Эффект тоже известный, кстати, именно с ним, как мы знаем, и связано наибольшее число побочных эффектов тоделофила. Головокружение, некоторый шум в ушах, мало у кого, но все-таки бывает и так далее, и так далее. На первый взгляд все логично. Да, тоделофил расширяет сосуды, больше, значит, крови поступает к простате, значит, больше количества кислорода приносится, больше количества глюкозы, больше витаминов и так далее, и так далее. Но если продолжить эту логику, то хорошо знаем, что многие пациенты с ДГПЖ страдают артериальной гипертензией и принимают сосудорасширяющие средства разных групп, причем чаще всего в больших дозах. И мы хорошо знаем, что клиника ДГПЖ не исчезает при приеме бета-блокаторов, ингибиторов ангиотензина, превращающего фермента, блокаторов рецепторов к ангиотензину. Понимаете? И вот эта логика, она, получается, не работает. Если бы логика, связанная с расширением сосудов, работала, то тогда мы должны были бы ожидать, что клиника ДГПЖ тоже уходит. Однако она остается. Вот в чем проблема. Кстати, эту же логику можно отнести и к такому препарату, как доксозазин, альфа-1 адреноблокатор. И мы предположили, что существует еще один механизм действия на простату, тадалофила. Здесь я должен сделать отступление. Вот сначала так. В 2016 году мы стали первыми, кто установил, что альфа-1 адреноблокатор доксозазин имеет еще один механизм действия. Доксозазин повышает скорость потребления кислорода клетками простаты. О результатах этой работы я докладывал на конгрессе в городе Сочи в 2016 году. Затем вышла статья на английском языке в журнале. Мы использовали метод вольт-амперометрического определения концентрации кислорода в растворе, причем метод в режиме хронаамперометрии. По-другому он называется полярографический анализ. Он был разработан в 1920-х годах Ярославом Гееровским, лауреатом Нобелевской премии по химии. И в последующие годы его последователями был разработан весь физико-химический и математический инструментарий для решения урологических специальных вопросов. Метод заслуживает очень подробного разговора, но если наиболее просто, чем больше сила тока в электрической цепи, подключенной к исследуемому раствору, тем выше концентрация молекулярного кислорода в этом растворе. Это тезис соответствует действительности при соблюдении большого количества физико-химических тонкостей, о которых сейчас лишь вскользь скажу. А это вот пока результаты исследования доксозазина. Это я сделаю отступление. Мы выяснили, что доксозазин повышает скорость потребления кислородами клетки предстательной железы. Здесь вы видите две кривые. Сейчас не буду говорить подробно, как они получены. Скажу только, что красная кривая получена в той полярографической установке, куда положен был 1 мг доксозазина, а синяя кривая – это без доксозазина. И вот мы видим, что кривая с доксозазином более резко, более круто и более глубоко уходит, в отличие от кривой без доксозазина. Почему так? А потому что доксозазин повышает скорость потребления кислорода. То есть сила тока. Это сила тока. Чем сила тока меньше, тем, значит, меньше концентрация кислорода в растворе. Тем, значит, с большей интенсивностью ткань, гомогенат, простаты, этот кислород потребляет. Соответственно, чем больше сила тока, тем меньше скорость потребления. Вот физико-химический смысл. Ну и вот перед началом исследования по тадалафилу мы предположили, что тадалафил тоже повышает скорость потребления кислорода, как и доксозазин. Было проведено два исследования на крысах. Первое, видите, 33 крыс-самцов для изучения тадалафила. Опять же, полиографический метод, опять же, не останавливаюсь на нем. Ну вот пошагово то, как это все выполнялось. Итак, в две одинаковые пластиковые емкости наливалась дистиллированная вода объемом пол-литра при температуре 36,6 градусов Цельсия. Каждая емкость подключалась к своей полиграфической установке с помощью пары электродов. Золотого катода и серебряного анода. Вот золотой – это желтый проводок, а синий – это серебряный. Просто синий нарисован для контрастности. Не буду говорить, как называется каждый из элементов, которые мы здесь видим. Шаг второй. Одна измельченная таблетка тадалафила погружалась в первую емкость с дистиллированной водой. Во вторую емкость таблетка не погружалась. То есть было две полиграфические остановки и две, соответственно, вот эти вот емкости. Одна с тадалафилом, а другая без. Затем электрическая цепь в обеих полиграфических установках замыкалась при напряжении 0,95 вольта. Сила тока в обеих установках в этот момент составляла 1,8 микроампер. Это миллионные доли ампера. На самом деле чудовищно трудно с такими маленькими токами работать. На поверхность дистиллированной воды наливалась нефть, которая пленкой растекалась по поверхности и изолировала воду в емкостях от окружающего воздуха. Понятно для чего. Чтобы именно создать воздухонепроницаемую пленку. Это легкая дивонская нефть ромашкинского месторождения Татарстана. Есть такое татарское выражение «карамай», значит черное масло. Вот как раз черное масло здесь должно быть. Абсолютно обезвоженная и обессоленная нефть. Были использованы 33 взрослых крыс-самцов. Под наркозом производился забор простаты у крыс. Простата делилась на две части одинаковой массы. Из каждой части приготавливался гомогенат. То есть пюре, грубо говоря. Далее каждый гомогенат с помощью шприца объема 2 мл вносился в дистиллированную воду под нефтяной слой. Да, нефтяной слой здесь, вот эта полоса черная. И дальше производилась синхронная фиксация силы тока в каждой из полиографических установок. Статистическая обработка различий силы тока в каждой из них проводилась используемой непараметрического критерия Уилкоксона. И вот получилось два графика на данном слайде представлены. Вы видите сравнительная оценка скоростей потребления кислорода гомогенатами ткани простаты крыс без тадолофила. Прерывистая линия, вот она наверху идет. И с тадолофилом жирная черная линия. Мы видим, что графики по сути дела одинаковые. Отличие-то небольшое. Давайте анализировать с физико-химической точки зрения. Есть такое понятие в химии и фармакологии как константа скорости химической реакции. В данном случае это константа скорости потребления кислорода гомогенатом клеток простат. Формула здесь такая небольшая, так скажем. И расчет того, что происходило в сосуде с тадолофилом. Вот мы видим цифры. И в результате получаем вот такое число. Это безразмерная величина. Теперь то же самое без тадолофила. Тоже расчеты. И в итоге вот такая величина. 0,0012278. Дальше остается сравнить константы скоростей. И мы видим, ну делим одно на другое, понятно. И видим, что в 2,262 раза, то есть больше, чем в 2 раза, тадолофил ускоряет скорость потребления кислорода гомогенатом ткани простаты. В 2 раза. Понимаете? Если бы было на 15-20%, это бы уже заслужило серьезного отношения. Когда мы видим, что в 2 раза и больше, это, на мой взгляд, очень круто. Вывод тадолофил. Алексей Олегович. Да? Да, извините. Если можно попросить вас немножко ускорить уже к сути дела, потому что мы отстаем на час 10 уже. Да, я как законопослушный докладчик иду по своему регламенту. Я ускорюсь. А к сути дела я перешел... А мы просим помочь коллегам еще. Да, с самого первого слайда перешел к сути дела. О том, что мы не знаем, в общем-то, физико-химический смысл того, чем мы занимаемся. Обсуждаем терапию такую, другую, третью методики. Но что происходит, мы не знаем. Вот я ближе, в общем-то, к теме зашел по существу вопроса. Я уж не знаю, как ближе к ней подойти. Тадолофил повышает скорость потребления кислорода клетками простаты в 2,3 раза почти. Затем было выполнено еще одно исследование, посвященное доксозазину. То же самое, все те же шаги, только препарат Кордура погружался в первую емкость с дистиллированной водой. Во вторую емкость не погружалась, все то же самое. И тоже два графика в итоге. Мы видим, видите, да, с доксозазином сплошная линия черная, без доксозазина прерывистая линия. Расчеты. Видно, что доксозазин повышает скорость потребления кислорода 3,14 раза. Это тоже очень круто. Очень круто. А вот теперь тот слайд, который я позволю себе прокомментировать более подробно и пристально, невзирая на временной лимит. Первое. Давайте начнем вот снизу. Прием доксозазина повышает скорость потребления кислорода клетками простаты. На самом деле это сенсационный факт, на мой взгляд. Почему? Давайте разбираться. Мы знаем, что адренергическая система предназначена для стимулирования стрессовых реакций. То есть она приводит к повышению выработки энергии, значит, к усилению метаболизма, значит, должно, по идее, приводить к повышению потребления кислорода. Это стимуляция альфа-адренергической системы. Доксозазин, как мы знаем, это альфа-1-адреноблокатор, хоть и селективный, но все-таки блокатор. То есть, по идее, он должен работать против этого эффекта. Он должен приводить к уменьшению потребления кислорода. Но по нашим исследованиям он повышает, причем заметно, значительно повышает. Это говорит о том, что есть какой-то другой механизм действия у доксозазина на клетке предстательной железы. Не тот, который опосредован с блокадой альфа-1-адренорецепторов, а какой-то другой. Дальше вторая, в общем-то, сенсационная мысль, что прием таделлофила повышает скорость потребления кислорода клетками простаты. Вот этот-то общий эффект, общий механизм, который у доксозазина есть, у таделлофила есть, вот он-то и является физико-химическим изберением вот той, не побоюсь этого слова, хорошести вот этих препаратов. То есть, мы, ну, повторяющие говорим, мы знаем, что доксозазин хороший препарат. Мы знаем, что таделлофил хороший препарат. В чем же вот эта хорошесть? Нет такого слова, конечно, но оно здесь подходит. А хорошесть в том, что повышается скорость потребления кислорода. Повышается. И, на мой взгляд, это глубочайше имеет физико-химический смысл. Вот когда мы, скажем, скучно, когда мы зеваем, да? Для чего зеваем? Психоневрологи говорят, что мы тем самым даем больше кислорода себе, мы подгазовываем, мозг лучше начинает питаться и вроде бы как-то веселее мы себя чувствуем. Когда машина едет по скользкой дороге зимой и поворот, да, и начинает у передней приводной машины, задняя часть за счет центробежной силы уходить в сторону от дороги, мы что делаем? Мы жмем на педаль газа, передние колеса начинают вращаться быстрее, шипы цепляются за лед, и вроде бы как задняя часть машины остается на проезжей части. Когда у летчиков самолета совсем все плохо, и когда самолет в штопоре вот так вот у них падает, они что делают в секунды? Они выжимают из двигателей самолета всю максимальную мощность, которую только могут выжать. И за счет этого выходят из штопора. И вот наметившаяся стагнация на рынке жилья города Москвы. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин решает путем инновации. Подождите, у нас здесь про медицину. Да, да, то есть больше денег влить в жилье, больше, значит, инвестиций и раскочегарить до предела. Тем самым эту, значит, проблему решить. А наше здравоохранение работает по принципу наибольшей оптимизации ресурсов. То есть меньше денег мы даем, и за счет этого у нас здравоохранение становится все более и более оптимизированным. Всем нужно больше, дать возможность больше денег потребить нашему здравоохранению, тогда будет веселее оно себя чувствует, по моему убеждению. Так вот, ближе к концу презентации, если вернуться к этому же вопросу, который Ян Эрли задал в 2015 году. Имеет ли значение, как тоделофил улучшает состояние пациента в симптоме нижних мочевых путей? Можно дать такой ответ. Итак, вопрос. Does it matter how the delafil improves the lower urine tract symptoms? Ответ могу дать. Если да, то далофил increases the rate of oxygen consumption by the cells of prostate. И дексазазин тоже. Вот. Я считаю, что это... Да, и немножко философии совсем в конце. Это цитата из книги 1894 года. Вот. Об основанных понятиях психологии и физиологии. Как в медицинской практике обыкновенно 5-6 лекарств составляют главный арсенал употребляемых средств, и когда они сменяются другими, то опять не более, как 5-ю или 6-ю новыми лекарствами. Так и в умственной деятельности мы обыкновенно обходимся только немногими категориями, которые без конца прикидываем ко всему, о чем думаем. От этого происходит, что целые области знания становятся нам недоступными в своем истинном смысле. А если мы станем их обрабатывать, получают совершенно искаженный вид, лишаются своего настоящего содержания.